Все хозяйства Чувашии начали вести неполевые работы. В этом году из-за погоды вышли на поля на неделю позже, чем в прошлом. Сейчас посеяно более 21 тысячи гектаров. Какие культуры сеют в Батревском и Яльчикском районах, узнавала наша съемочная группа. Земли в Батревском районе одни из самых плодородных. Иногда шутят, что здесь даже палка зацветет. Но несмотря на это, агрономы все же занимаются подготовкой почвы и ее обогащением. Правильность в обороте культура гороха, она очень важная культура. Почему? Потому что через его стебли поступает в почву много кислорода. Обогащением азота происходит из-за хорошей корневой системы, хороший предшественный горох для любых культур. В агрофирме исток более 2,5 тысяч гектаров посевных площадей. Уже успели посеять зерновые, сахарную свеклу готовятся к посадке картофеля. Кстати, сахарная свекла агрофирмы пользуются спросом. Ее приобретают перерабатывающие заводы Буинска и Ульяновска. Для более продуктивной работы хозяйство приобрело новый трактор. Мощный, за смену порядка 130-140 гектаров земли площадь обрабатывает. Один механизатор и расход топлива небольшой. Очень удобная техника. По итогам 2016 года предприятие заняло третье место в рейтинге сельскохозяйственных товаропроизводителей. Агрофирма – один из лидеров по производству зерновых и зернобобовых культур. Также исток ежегодно входит в клуб «Агро-100». Совхоз Батринский уже приступил к посадке картофеля. Кроме того, благоприятно складывается ситуация для производителей молока. Погода хорошая стоит. И то, что по животному стою, если взять, цена очень хорошая стоит на сегодняшний день. Дает символ даже строить еще новые коровники, увеличивает поголовье. Действительно, можно уже сработать. И не можно, а нужно именно увеличивать поголовье животного стоа. В Яльчикском районе также к севу приступили все 16 сельхозорганизаций и более 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Сейчас поля засеяны на четверть. Структура посевных площадей разработана так, чтобы уборку зерновых культур начинать с 12 июля. Чтобы во второй половине августа произвести осенние полевые работы. Это как раз самые лучшие сроки и будет основа для будущего урожая. Сейчас горюче-смазочными материалами техникой обеспечены все хозяйства. Например, в Яльчикском районе приобрели 12 новых комбайнов, тракторов, селок и жаток. Как отметил министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, объем господдержки в этом году не уменьшен. Все программы, мы говорили неоднократно, которые действовали в 2016 году, они действуют и в 2015 году. Объем государственной поддержки в этом году составляет 2 миллиарда 331 миллион рублей. Из этой суммы около 32% сегодня уже до сельхозаваропроизводителей доведены. Одни из основных условий этого года были отсутствие задолженности.